Два часа разговоров до старта, час ожидания таймера, большеглазая ведущая и 25 минут полного погружения в ещё не вышедшую игру. Вчера, 10 августа, прошёл второй эпизод Night City Wire, где CD Projekt Red рассказали новые подробности о Cyberpunk 2077. На этот раз нам подробнее показали жизненные пути, они же предыстория, рассказали о музыке, игру Perifuse, которая перевоплотилась в Самурай, и много новой информации об оружии. В том числе, благодаря последующему интервью со старшим дизайнером геймплея Павлом Капало. Но для начала самое главное. На текущий момент Cyberpunk 2077 не переносит. Во всех промо-материалах активно форсится дата 19 ноября, и шанс на перенос довольно мал. Хотя вероятность остаётся, ведь до 20 августа ещё несколько дней. Напомню, что именно 20 августа будет ровно 91 день до релиза, и именно за 91 день до релиза игру уже дважды переносили. Но, надеюсь, не в этот раз. Во-первых, потому что игра выходит на актуальных платформах, и переносить уже некуда. На подходе PS5 и Xbox Series X. Во-вторых, на новых геймплейных роликах нет плашки Work in Progress. Той самой, которая обозначает не финальный билд, вид и активную разработку. Её отсутствие говорит нам о том, что именно так будет выглядеть игра на релизе. Плюс-минус, конечно же. Но без серьёзных изменений. Хотя всегда есть шанс, что её просто забыли поставить. Что работа завершена только над прологом, ну или её вырезали. Кстати, про вырезали. На текущий момент нет никакой информации, что из игры ещё что-то убрали. Что ранее планировалось, обсуждалось или даже показывалось. Так что, всё хорошо. Может, перейдём к делу? Привет, самурай! Моё имя Войс Ребус, и это просто канал об играх. Поддержи выход ролика рублём или спонсорской подпиской. Выбери себе роль и присоединяйся к этим замечательным ребятам. Нет возможности подписаться? Поставь видео лайк и оставь комментарий с поддержкой. Это не менее приятно. Первым делом в новом геймплейном ролике презентовали жизненные пути. Показали стиль, атмосферу и чуть-чуть подробностей. Стрит-кит, он же Дитя улиц, вырос в Хэйвуде. Вся улица была семьёй, которая помогала друг другу. Всю жизнь бегал от копов и занимался мелкими грязными делишками с разными бандами. Но захотел большего. Не с мусорщиками возиться всю жизнь, а за одну ночь стать легендой. И войти в высшую лигу. Номад, он же Кочевник. Вечный скиталец пустоши и любитель свободы, которой в Найт-Сити так мало. Ведь его контролируют Корпы. Сам определяешь, кто твоя семья, кто твоё братство. Доверяешь им, защищаешь и любишь. Но когда семья распадается, то становишься изгоем среди изгоев. И твой путь лежит в Найт-Сити. Возможно, там можно будет найти новое братство. И начать новую жизнь. Корпа. Он же Корпорат. Трудишься всю жизнь на дядю сверху. Среди людей, погрязших в ненависти, предательстве и желании забраться повыше. Работаешь в контрразведке Аросака. И всегда при чём. Даже когда это чужие проблемы. Впрочем, нет человека, нет проблемы. Но что помешает завтра им убрать тебя? Пора уже работать на себя и жить для себя. Чтобы всё было хорошо. А какой путь выберете вы? Но имейте в виду, что жизненный путь влияет не только на первые 20 минут предыстории. На то, как попадёшь в Найт-Сити или познакомишься с Джеки. Он играет важную роль на протяжении всей игры. Например, будут появляться новые фрагменты диалогов и новые возможности прохождения миссий. Он даже определяет круг знакомых лиц. Например, Стрит Кит вырос на улицах Найт-Сити. Он знает этот город. Знает банды. Знает фиксера своего района. Понимает, что происходит на дне общества. Владеет сленгом и позволяет на понятном языке общаться с представителями преступного мира. Кочевник, наоборот. Живёт за пределами Найт-Сити на территории пустошей. Общается в кругу клана и семьи. Попав в город, он будет там чужим. Но зато его опыт выживания в пустошах поможет ему быстро освоиться. Корпорат. Корпоративная крыса. Настоящие улицы в глаза не видел, а пустошь ему снится в кошмарах. Но зато он знает, как устроены корпорации изнутри. Понимает, чего от него хотят большие дяди. Умеет читать между строк и, конечно же, знает нужных людей. Даже привели конкретный пример, уже хорошо знакомый на миссии с Мальстрём. Во время общения с корпоративным агентом Меридит Страут, имея предысторию корпората, мы прекрасно понимаем, что именно она была ответственна за грузовик, который обокрала банда. Мы видим её насквозь. Понимаем её мотивы и получаем благодаря этому новые диалоги и варианты развития событий. Кочевнику в этой ситуации тоже будет что сказать. Благодаря своему опыту он хорошо знает, как Мальстрём удалось украсть бота и какие лазейки они использовали. А вот у Дитя Улиц дополнительных опций не будет. Он понятия не имеет, как общаться с корпоративными деятелями. Зато они появятся во время разговора с бандой, потому что они свои ребята с улиц. Во время презентации об этом не рассказывали, но по ранее опубликованной информации, жизненный путь это даже больше, чем выборы, диалоги, возможности и знакомства. Это приверженность модели поведения и выборов своему прошлому и будущему. Например, играя за корпората, мы можем во всех наших выборах вставать на сторону корпорации, играть как корпо и, закончив игру, получить концовку за корпората, аналогично с кочевником и стриткидом. А можем, будучи корпоратом, принимать сторону улицы банд. Тогда наше корпо-прошлое стремится на уличное будущее, и мы получим концовку как стриткид. И хотя из-за перехода придется упустить часть возможностей, это возможно. Я не знаю, насколько эта информация правдива и реализована в самой игре, а ждал услышать именно об этом на презентации. Но пока так как есть. Также нам показали еще одного фиксера, Падре. Он так же, как и Декстер Дэшон, посредник. Принимает заказы у тех, у кого есть проблемы и деньги, и находит тех, кто сможет их решить и выполнить задачу. Наемников киберпанков, таких как Ви. Фиксеры привязаны к своим территориям и не пересекаются. Так как Падре работают в Хэйвуде, стриткид его знает. Остальным же придется познакомиться, если они хотят выполнить работу и подзаработать денег. Кстати, в ролике про оружие засветился новый фиксер. Вакоко Окада. И еще нам немного рассказали о пустоши. В любое время можно будет просто сесть за руль автомобиля и уехать из города, чтобы посмотреть на то, что творится за его пределами. Правда там опасно, особенно в начале игры. Но даже с этой выжженной и безжизненной пустыней будет связан ряд квестов. Вне зависимости от того, какую предысторию начать. Далее нам рассказали о музыке. О том, как Refuse пришлось перевоплотиться в группу Самураи, когда ее возглавлял Джонни Сильверхант. Проникнуться идеями и мыслями Джонни, духом того времени. Писать песни и петь о том, что было важно для Джонни, который был идеалистом и сражался против корпораций. Кстати, интересно. Когда Джонни узнает, что сидит в голове у корпората Арасаки, он на это как-то отреагирует? Но куда интереснее то, что во время обсуждения группы и музыки на заднем фоне нам показали кадры от лица самого Сильверхэнда, что явно намекает на флэшбеке, где Джонни появится в качестве играбельного персонажа. Выглядит интересно, но вновь без подробностей. Кстати, на текущий момент уже выпущено 4 полноценных композиции от группы Самураи. Все их можно послушать, например, на YouTube-канале Киберпанк. И последнее, на чем остановились на Night City Wire, это оружие. Если коротко, в игре будет оружие ближнего и дальнего боя. Киберимпланты, боевые импланты, защитные импланты, броня и так далее. Огнестрельное оружие делится на три типа. Силовое, или скорее даже стандартное, аналог современного огнестрела. Но его особенность в том, что пули могут рикошетить от поверхностей. Например, чтобы достать противника в укрытии. Технологическое, или электромагнитное. Стреляет металлическими снарядами, которые разгоняются при помощи электромагнитного заряда до такой скорости, что пробивают стену, за которой как раз может прятаться враг. Умное. Отслеживает цели в реальном времени. И стреляет самодаводящимися пулями. Что очень удобно не только, когда играешь с геймпадом или руки жопы. Но и когда противник уклоняется, убегает или опять-таки сидит за укрытием. Боевка в игре, смесь шутера и РПГ. Соответственно, чем лучше будут умения персонажа и оружия, тем удобнее из него будет стрелять. Главными показателями для роста качества стрельбы назвали отдачу, которую в теории можно контролировать, и совершенно рандомный разброс. Причем акцент именно на отдаче. При этом и остальные элементы тоже улучшатся. Ускорится перезарядка, можно будет быстрее бегать с оружием, быстрее его использовать. Насколько я понимаю, появятся новые анимации. И в целом, Ви из простого желторотого наемника превратится в легенду Найт-Сити. По последней информации, в игре можно будет создать суперстрелка. Оружие также делится по степени редкости. От обычного до необычного, редкого и легендарного. Легендарное обладает уникальным видом и возможностями. Новые виды оружия можно получить практически везде. Например, приобретать в магазинах по каталогу или, возможно, крафтить. Но самые лучшие пушки будут у особых противников и в скрытых тайниках. Легендарное оружие просто так не достать. Обычно оно кому-то принадлежит или находится на хранении. Для его получения придется правильно выполнить цепочку квестов и поднять отношения с правильным персонажем. Тогда нам сделают подарок. При этом нельзя знать заранее, получишь ли ты вообще оружие и какое оно будет. Это сделано для того, чтобы игрок выполнял квест не ради награды, а потому что сам захотел кому-то помочь и так поступить. Впрочем, насколько это известно, ради получения легендарного оружия можно и просто убить ценного непися. Тем более, что зачастую легендарные пушки как раз привязаны к персонажам, бандам, локациям или событиям. Вы можете увидеть легендарное оружие и заполучить его. Также предусмотрена кастомизация. Это визуальные атрибуты, так называемые насадки, прицелы и глушители, дающие статический прирост к характеристикам и возможностям. А также софт, небольшие чипы, которые или просто улучшают характеристики, скорострельность, урон, точность и уровень. Или меняют фундаментальный аспект игры. Например, блокируют возможность убивать и позволяют быстрее пробивать броню, меняя тип снарядов. Насколько известно, в теории можно пройти всю игру с одним оружием, постоянно улучшая его и повышая уровень. Некоторые аугментации будут исключать другие. Например, лезвия богомола полностью меняют строение рук, поэтому вместить в них ещё ракетомёд или руки гориллы уже будет нельзя. Можно ли будет менять такие глобальные аугментации, не сказали. Но мне кажется, что можно будет. Как было показано ещё в первом геймплейном ролике, в игре будет реализовано частичное разрушение, начиная с разлетающихся бутылок в баре и заканчивая ломающимися укрытиями. Более того, на выстрелы будет реагировать и окружение. Если, например, попасть в трубу, то из отверстия потечёт вода. И это распространяется практически на каждый объект в мире игры. Анимации противников зависят от того, как убивать. Если стреляли из мелкокалиберного пистолета, то, считай, никакой реакции не будет. Но если пустить в ход гранату, то будет и расчленение тел, и разлетающиеся куски плоти и так далее. Если выстрелить бегущему противнику в ногу, он упадёт. Можно отстрелить руку и лишить оружие. Если противник держит в руках двуручное оружие, то при повреждении руки отбросит его и возьмёт пистолет. Ближний бой, анимации и визуальные реакции дорабатываются прямо сейчас. Главную проблему, которую несёт в себе РПГ, это противники, в которых приходится всаживать тысячу пуль, чтобы они умерли, Проджекты тоже стараются решить. Если противник одного уровня с Ви, то убить его будет легко. Элитных врагов сложнее. У них броня, аугментация, защита и так далее. Битвы с боссами тоже постарались сделать максимально интересными, чтобы они реагировали на выстрелы, и чтобы игрок чувствовал последствия своих действий. Но, как понимаю, если зайти на пару-тройку уровней повыше, то нас ждёт та самая проблема губок для пуль. А если перекачаться, то наоборот, слишком лёгкий геймплей. Что ж, посмотрим на релизе. Все геймплейные ролики, которые нам показали, мне понравились. Конечно, хотелось бы более глубокой информации, но ежемесячная свежая порция новых подробностей об игре меня тоже устраивает. Тем более, что, судя по всему, CD Projekt Red планирует выпустить ещё несколько Night City Wire, и как минимум подробнее затронуть тему музыки, а рассказать о радиостанциях, саундтреках и приглашённых исполнителях. Для меня Cyberpunk 2077 всё такая же достойная ожидания и предзаказа игры. А как вам? Понравилась ли презентация? Изменилось ли ваше отношение к Cyberpunk? И о чём бы вы хотели узнать на следующей Night City Wire? С вами был A Voice Rebus. Не забывайте поставить лайк или дизлайк, и оставить комментарий для продвижения видео. Подписаться на канал и поддержать меня спонсорством. Ссылки на группы в Телеграм, ВК и Дискорд в описании. Это текущие спонсоры и ролики, которые вам следует посмотреть. На этом всё. Ещё увидимся.